Стартовали ежегодные президентские состязания. Каждая школа округа сформировала команду на внутришкольном этапе. Участвуют в состязаниях ученики 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов. Первый этап – проверка физической подготовки. Следующий этап у них будет лёгкая атлетика, потом творческий конкурс и теория. Поэтому у нас всё впереди. Поочерёдно все команды выполняли прыжки в длину, отжимания и подтягивания, проверяли гибкость, качали пресс. В каждом задании участвовали и девочки, и мальчики. Мне кажется, это отжимание, потому что очень сложно было удержать свой вес, особенно девочкам. Мальчикам тоже было сложно в подтягиваниях. Для меня, может, самое сложное было – это первый этап, веселые старты. Там, мне кажется, нужен был командный дух всё-таки. Из года в год результаты школьников улучшаются. Правда, младшие классы старались всё сделать быстрее, забывая о правильности выполнения заданий. А вот старшеклассники, напротив, гнались не за скоростью, а за качеством. Десятый класс отличается больше технически. Они правильнее делают, правильно выполняют упражнения и меньше допускают ошибок, чем младшие. Младшие много ошибок в силу своего возраста. Пока в лидеры президентских состязаниях выбились ученики шестых классов 25-й школы. Среди седьмых больше всех баллов заработали дети школы номер 14. Восьмиклассники 29-й гимназии также в лидерах. И ученики десятых классов школы номер 32 показали лучший результат среди сверстников. Но это лишь первые итоги. У команд других школ есть ещё три этапа, чтобы наверстать упущенное.